Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Он еще два плавают. И вот я вытащил еще одного. Боролись с огнем, теперь с его последствиями. В Егоревском районе подсчитывают убытки после мощных пожаров. Паводок в Алтайском крае в республике Алтай. Подтапливые дома где-то смывают дороги. Спасатели ожидают подъем уровня воды в Бии и Ваби. Фотографии ценой в жизнь появились на Барнаульском Арбате. Житель города показал, как он вплотную подъезжал к белому медведю, здоровался с моржами и выходил в Северный Ледовитый океан на небольшой лодке. На Алтае вновь с волнением читают сводки Паводка. Начавшийся 7 июня подъем воды в Горном не спадает. По состоянию на это утро река Чулышман у села Балыкча у Лаганского района поднялась на 755 сантиметров при критической отметке в 700. Подтоплено 120 участков и 30 жилых домов. Поселок переведен на энергообеспечение от дизельного генератора. Эвакуацию не объявляли ни в одном из населенных пунктов республики, но спасательную операцию за эти дни все-таки провели. Туристы из Санкт-Петербурга не смогли сами пройти через бурный горный ручей в урочище Орой к Коройскому мосту. В Чулышманской школе временно нашли пристанище 44 человека, половина из них дети. В населенном пункте Чебеля в течение смывает мостовой переход, туда направились спасатели. Вот что творится у нас на базе. Пытаемся спасти то, что можем. Нифига себе. Тебе прям купаться, туда можно нырять? Да, в бассейн. В Телецком озере уровень воды у села Яйлю составил уровня 545 сантиметров при критическом 480, у Артыбаша 543 сантиметра, на 40 выше критического. В населенных пунктах вокруг Телецкого потоплены единичные участки. Эвакуацию не проводили. Пользователи снимают разлившиеся реки Бия и Катунь. В Алтайском крае в ближайшие дни ожидают подъем воды в реках Бия и Обь. В МЧС уже отмечают подтопление села Поливодка Бийского района. В двух домах вода поднялась на пару сантиметров выше пола. На месте дежурят спасатели. В Бийском и Усть-Пристанском районе ожидают достижения критических отметок. На очереди и Барнаул. Здесь спасатели прогнозируют повышение воды до уровня 540-570 сантиметров. Опасно считается 560. Однако серьезных последствий в краевой столице не предвещают. По словам спасателей, уже на следующей неделе большая вода начнет спадать. Подробнее о паводке в Алтайском крае в Республике Алтай смотрите завтра в специальном репортаже нашего корреспондента Валентина Аскеровой. Крупный лесной пожар на неделе окутал Егоревский район. За пару дней огонь захватил более 8 тысяч гектаров. Из-за дыма пришлось перекрыть трассы в направлении Рубцовска, Змеиногорска, Волчихи. Три дня сотрудники МЧС, авиалесохрана и лесники вели борьбу с огнем. Хронологию событий расскажет мой коллега Дмитрий Дроздов. Страшно, когда туда дальше пошел. Черный, черный, черный такой дым. Вот тут все небо было черное. Этот год жители Егоревского района запомнят надолго. 7 июня. Именно в этот день люди заметили возгорание лесного массива. Всему виной сухие грозы. Огонь распространялся стремительно. Ухудшало обстановку жара. Плюс 40 градусов на солнце. И сильнейшие порывы ветра, которые достигали до 20 метров в секунду. На второй день пожара в районе объявили режим чрезвычайной ситуации. На помощь огнеборцам из Красноярска вылетел самолет «Амфибия». За эти дни он сбросил на очаг возгорания больше 50 тонн воды. В ликвидации пожара участвовали 216 огнеборцев и 54 единицы техники. Им помогали сотрудники холдинга «Алтай-Леста» и «Боровлянского лесхоза». Максимально сложный был пожар. Люди работали отважно, самоотверженно. Самая большая проблема пожара заключается в чем? В порывах сильного ветра и высокой температуре окружающей среды. То есть жара там, я не знаю, градусов до 60 там точно доходила. То есть было очень жарко. Расстояние до ближайших населенных пунктов сокращалось и составило уже менее 10 километров. Мы переживали. Мы уже думали, может, там будут эвакуации. Уже думали, как будем уезжать отсюда. Как будто, знаете, туча была с севера. Мы думали, что туча идет. Слава тебе Богу, хоть дождик пойдет. А когда разглядели, то поняли, что это не туча, а это пожар. Потому что здесь чисто, а тут темно. Страхочно было, что, не дай Бог, и лес жалко. Самое главное, что бур жалко. Сухо и быстро. У нас дождя не было апрель, май, июль. Или в субботу, 10 июня. Пожар удалось полностью локализовать. От огня пострадали не только люди здания «Зеленый мир», но и животные. Кто-то пытался спасись от огня, но их находили сгоревшими. И в воде животные тоже находили укрытие, но, к сожалению, большинство из них утонули. Еще два плавают. И вот я вытащил еще одного. Но все, он не дошел, не доплыл. Чуть-чуть не доплыл. Жалко. Они переплывали у озера. И, как бы, они, я так понимаю, утонули. Причина, возможно, из-за того, что, может быть, обожженные легкие были. Может, просто сил не хватило. Этих животных потом ветром прибило. Ну, и там волонтеры вместо с охотниками собрали, с ветеринарией. Все это дело увезли на утилизацию волчиху. И там в крематоре сожгли. Общий ущерб и предстоит только подсчитать. Пока что известно, что площадь пожара достигла 8 тысяч гектар. Это почти 8 полноценных футбольных полей. На контроль эту тему взял прокурор Алтайского края Антон Герман. Накануне он оценил все меры по устранению огня во время поездки в район. По его поручению была открыта горячая линия в прокуратуре Егорьевского района и региона. На особом контроле ситуацию держит и Виктор Томенко. Им была проведена комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Режим ЧС на сегодняшний день в Егорьевском районе снят. Местные жители могут выдохнуть. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. Внимательно следить за детьми и не допускать, чтобы они находились возле открытых окон. Следователи края вновь обратились к родителям маленьких детей. Повод – трагедия в Бийске, где из окна многоэтажки выпала 4-летняя девочка. С серьезными травмами ребенка доставили в больницу, но, к сожалению, спасти девочку не удалось. Малышка жила с мамой и братом. На учете в органах системы профилактики семья не состояла. Следователи возбудили уголовное дело. Расследование продолжается. А представители Следственного комитета в очередной раз просят соблюдать элементарные меры безопасности, чтобы избежать трагических случаев. Не показывайте маленькому ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научится открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире. Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно ваше отсутствие открыть окно. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Исключите любую ситуацию, способную привести к трагедии. Крики и дискотека до утра. Громкая музыка не дает покоя жителям Барнаула. Люди жалуются, как приходит лето, начинаются тусовки на Старом Базаре. В соцсетях люди пишут, что музыку не только слышно, звуковая волна заставляет окна звенеть. Однако представитель Старого Базара заявил, что они не имеют отношения к вечеринкам подобного характера. Шум исходит от автомобилей, которые располагаются именно на проезжей части около здания. Для решения этой проблемы представители рынка подготовили ряд петиций в соответствующие органы. Ну а мы переходим к другой теме. В избиркоме сегодня рассказали о первом в истории края дистанционном электронном голосовании. Это новшество этого года. Напомним, в 2023 году в Алтайском крае пройдут выборы главы региона. Они назначены на единый день голосования 10 сентября. Подробнее в сюжете Данила Кузнецова. В этом году 10 сентября проголосовать за губернатора или муниципальных глав можно будет, не выходя из дома. Это станет возможно благодаря системе дистанционного электронного голосования или сокращенно ДЭК. Подобная практика впервые появилась в Москве в 2019 и постепенно дошла до регионов. В этом году ее будут применять в 24 субъектах федерации. Зайти в систему можно с помощью госуслуг. Для того, чтобы осуществлять процедуру ДЭК, эта запись должна быть верифицирована с учетом данных официального учета, в частности, содержащихся в госвыборах. В противном случае обеспечение или подтверждение, идентификация персоны избирателя не произойдет. Также на госуслугах можно будет по-прежнему воспользоваться программой «Мобильный избиратель». Она поможет проголосовать на любом удобном гражданину участке. Но одновременно воспользоваться программой и ДЭКом нельзя. Если наши избиратели для себя выбирают дистанционный способ реализации избирательного права, и это подтверждается подачей заявления через единый портал госуслуг, соответственно, на данный вид избирательных действий, на данный единый день голосования, они исключаются из списка избирателей для очного голосования. Также в праве будет доставлено 80 новых комплексов обработки избирательных бюллетеней образца 2017 года. В остальном изменения по голосованию по сравнению с 2022-м минимальны. Даже число голосующих не изменилось. Более миллиона 700 тысяч человек. Чуть больше половины из них – городские жители. Данил Кузнецов, День с толком. До старта приемной кампании в основные вузы края осталась неделя. 20 июня документы можно приносить в технические, классические и педагогические университеты. В технический вуз на бюджет подать их можно до 25 июля. На платную форму обучения документы принимают до 20 августа. А почти те же сроки для подачи в классический вуз. Правда, там на платную форму прием документов завершится 19 августа. А вот те, кто планирует сдавать экзамены в вузах, должны принести свои бумаги раньше. В технический – до 14 июля. В классический – до 15. Кстати, в 2023 году в техническом университете выделено 1922 бюджетных места. Больше всего таких на факультете информационных технологий, строительно-технологическом факультете и ряде других. В классическом вузе число бюджетных мест тоже достаточно и близится к 3000. Есть ли возможность подать документы, не приходя в вуз? Какие направления предлагают нынче абитуриентам, а льготам для поступающих и другую актуальную информацию – можно узнать на сайтах учебных заведений. Представители 23 регионов России и двух дружественных стран Казахстана и Киргизии приняли участие в Большом фестивале традиционной культуры, который прошел на Березовой Катуни уже в 11 раз. Вместе со всеми на развивающейся туристической площадке День России отметил и губернатор Виктор Томенко. Подробнее в сюжете. От всей души поздравляем вас и всех присутствующих, всех участников с этим замечательным праздником. И мы рады, что сегодня мы вместе. Первыми губернатора на двух языках приветствовали кумандинцы. Площадка фестиваля огромная. В День России она на несколько часов стала центром объединения страны. Здесь собрались люди самых разных национальностей, ведь только в нашем крае живут как минимум представители 132. И каждый народ старался удивить. Виктор Петрович с супругой от татар переходили к казахам и киргизам, затем к белорусам, которые представили губернатору сказки нашей страны. У меня такая есть книга. Ваша тоже здесь есть сказка. Да, эта сказка написана белорусским этнографом Иваном Кирчаком. А представители Чувашии научили Виктора Томенко фразе «С Днем России» на чувашском языке. Саламна, Кур, Северия, Россия, Куни, Яджи, Бе. Куни, Яджи, Бе. Да. Ну, хорошо. Ну, так, ну, надо тренироваться. Одиннадцать национальных стендов и ремесленных павильонов осмотрели супруги Томенко. Изделия из глины, бисероплетения, музыкальные инструменты, национальные костюмы. Глаза разбегались от того, что умеют и чем готовы поделиться представители самых разных национальностей. Это матрешка, символ плодородия и щедрости Алтайского края. Это нужное дело. А Алтайскому краю очень круто. Спасибо большое. Количество гостей фестиваля на Березовой Катуни с каждым годом становится больше. Если пять лет назад сюда приезжали представители 14 российских регионов, то сегодня 23 и 2 стран Казахстана и Киргизии. Впервые приехали гости из Славяно-Сербского района Луганской Народной Республики, которому Алтайский край помогает налаживать мирную жизнь. Что для нас это означает Россия? Россия – это отчий дом, Россия – это близкие люди, Россия – это домашний участок. Сегодня этот праздник Луганская Народная Республика отмечает тоже вместе со всеми жителями России. Но для нас он особый праздник. Мы стали гражданами России и студентами федерации российской. И вот сегодня мои земляки тоже отмечают этот праздник. И очень рады тому, что мы наконец-то вернулись в отчий дом. Губернатор на торжественном открытии фестиваля напомнил, что в Алтайском крае собирают гуманитарную помощь и для жителей Славяно-Сербского района, и для поддержки наших военных. Виктор Томенко поздравил всех, кто приехал в турзону Березовой Катунь, чтобы отметить один из главных российских праздников. Представители больше 130 национальностей сегодня в Алтайском крае живут. И живут многие годы, десятилетия и даже века живут. Мирно, дружно созидают будущее, созидают будущую жизнь. Это замечательно. Мы будем делать все для того, чтобы так жизнь на нашей земле и складывалась. И спасибо вам тоже всем за это большое. По уже сложившейся традиции губернатор вручил паспорта юным российским гражданам, которым исполнилось 14 лет. Почти все они представители движения первых. Праздник на Березовой Катунь продолжался несколько часов. Фестиваль уже давно популярен и у туристов, которые с удовольствием приезжают на Алтай, тем самым развивая экономику региона. По статистике мероприятия каждый год собирает почти 5000 гостей. 23-й не стал исключением. Гостеприимство наших людей оценили многие. С фестиваля все уезжают в отличном настроении и с желанием вернуться сюда снова в следующем году. Он почти вплотную подъезжал к белому медведю, здоровался с моржами и выходил в Северный Ледовитый океан на небольшой лодке. Барнаульский фотограф с мировым именем Евгений Борисов организовал на Арбате уличную выставку Курилы Камчатка-Таймыр. И в День России представил горожанам самые потаенные уголки нашей необъятной страны. Почему снимки стоит посмотреть, расскажет Анастасия Дороган. Когда подошли сюда, здесь еще белые медведи бегали. Фото ценой в жизни, но Евгений Борисов привык рисковать. Фотограф с мировым именем представил барнаульцам уличную выставку с края вечной мерзлоты – Курилы, Камчатка, Таймыр и их обитатели. На берегу стоит вплотную медведь. Мы видели, какие они пловцы. Они же плавают классно, еще прыгают, и сила у них. А мы там в 10 метрах от них. Три года Евгений Борисов и еще четыре фотографа из Сибири и Москвы ездили на край земли. Одно время группа передвигалась на лодке на надувной подушке. Николай Наумов вспоминает, никто не верил, что они смогут зайти так далеко. Полторы тысячи километров с выходом в Северный Ледовитый океан. Море Лаптевых было. Ну, это такое достаточно экстремальное путешествие, которое там могло, ну, там всякое неожиданно кончится. То есть там с разными этими льды и шторма, то есть нам повезло просто-напросто. Везло не раз. Удачи любят смелых. Например, чтобы не спасать перед двухтонными моржами. Через 3-5 часов я держал одного из этих за лапу и мог с ними уже взаимодействовать, ну, как сказать, как друзья уже. Здесь показаны как раз вот лаптевские моржи. Их реально всего осталось в мире, этого вида осталось 350 особей всего и больше половины вы видите на экране. Снимки получились не только про красоту и дружбу. Моржи, которых нужно беречь. Выброшенный на берег Кит, спасший от голода песца. Глобальное потепление, из-за чего тают участки тундры и земля поднимается дыбом, дышит. Из двух с лишним тысяч фото здесь лишь самые сильные, отмеченные жюри международных конкурсов и зрителями. Завидую ему, потому что это на всю жизнь впечатление. Такая вот природа. Вот все такое нереальное. Красота нетронутой природы доступна и обычным путешественникам. Для более бюджетной поездки фотографы советуют мониторить субсидированные билеты на Камчатку, Сахалин, Таймыр, Байкал. Уверены, Россия стоит того, чтобы увидеть ее всю своими глазами. Анастасия Драган, Ирина Корчагина. День с толком. Сахалин, Ирина Корчагина. День с толком.